всех приветствую в этом видео поговорим про ноду плюс-минус average ее функционал функционал и довольно полезный часто применяется часто используем в риге эту ноду так и чтобы нам было более понятно мы создадим некую сцену или же начнем просто с каких-то простых объектов чтобы начнем с базового функционала и закончим небольшим примером так пусть это будет куб так давайте мы установим так 1 2 ну и пускай это будет не куб от цилиндр чтобы он чем-то отличался от наших объектов так так окей так что мы будем делать мы будем передавать некие параметры от наших вот этих кубиков к нашему цилиндру какие параметры мы будем передавать параметры но некие арифметические операции сложение вычитанием и общее среднее значение вот с помощью чего мы будем это делать с помощью ноды плюс минус average так к удалим все лишнее так убираем шипы так у нас остаются наши объекты так и что какие input и и output и есть у нашей ноды input и есть одномерные двумерные и трехмерные так что они делают на одномерные input мы можем подавать любые значения либо in into вы либо флотовый то есть целочисленные и числа с плавающей точкой двумерные понятно что числа будет 2 на трехмерные нас подается вектор вектор либо rgb ну три канала вот и также у нас есть в соответствии с input ами у нас также есть и output и то есть что что у нас будет на выходе если мы подавали input 1 значит мы на выходе имеем output 1 и так далее вот и что у нас внутри содержится как помимо того что мы подаем эти значения мы можем с этими значениями еще проводить некие манипуляции суммировать вычитать друг из друга определенные какие-то значения либо же усреднять эти значения каких значениях идет речь речь идет о вот этих значениях либо translate либо rotate ну все наши либо целочисленные либо флотовые значения вот и чтобы увидеть как это все работает мы возьмем наши объекты есть на цилиндр если нас два кубика снег с некими параметрами цилиндр у нас ну в нулях нулевых координатах так подаем в данном случае мы будем использовать что мы будем использовать input 3d вот этот input эти закроем чтобы они не мешали вот input 3d почему мы будем использовать его потому что у нас есть куб у нас есть три канала я в принципе могу взять отсюда x y или z отдельно и пустить его вот в этот канал 1d вот ну чтобы все это визуально как бы видеть все это наглядно отображалась мы используем три канала x y z так в первый подаем translate и нашего первого кубика вот они так и сразу можем увидеть что в нашей так это можно закрыть так ему и мы видим что в нашей ноде плюс минус average появились некие параметры откуда взялись эти параметры они у нас передаются из транслейтов вот этого кубика то есть 10,7 10,2 минус 10,7 вот они но в самой ноде они немножко сокращаются округляются иногда дают не самые точные как бы значение ну целиком в целом этого достаточно как бы таких точных вычислений иногда не нужно бывает поэтому мы часто пользуемся именно вот базовыми средствами этой ноды далее что мы делаем мы подключаем теперь вот у нас автоматически появилось еще одно поле еще один индекс так вот здесь его не видно но если мы подключим сюда еще один translate у нас автоматически вот тут появится еще одно поле внизу также мы можем это поле добавить с помощью кнопки add new item то есть можем сделать так либо же мы просто подключаем сюда еще один translate и у нас автоматически появляется еще одно поле так что содержится в этом поле те же транслейты только уже от этого объекта далее чтобы увидеть как какие операции выполняет это но да что она в себе вообще содержит что она вычисляет мы передадим наш output на translate уже нашего объекта которым мы будем управлять то есть это управляющие объекты это управляемый объект передаем соответственно output 3d так как мы воспользуемся импутом 3d так подаем на translate так секундочку давай вот с первого раза не пошел так и мы видим а наш объект сместился почему он сместился потому что и причем он не принял нет ни позицию не этого объекта не этого объекта он сместился в какую-то определенную часть в порта так и мы смотрим какие параметры у него теперь есть так минус 1 20 откуда взялись эти значения заходим в нашу ноду и видим какую операцию выполняет данном случае данном случае у нас операция суммирования то есть все наши параметры xyz и параметры второго объекта xyz они суммируются ну здесь понятно минус 10 плюс 9 там но я так грубо считаю вот получается тут минус 1 и так далее там 10 плюс 10 у нас получается некое такое значение 20 там с хвостиком вот собственно что произошло просто наши значения сложились они сложились и мы их передаем теперь нашему объекту которым управляем далее что мы можем с этим делать передвигая этот объект мы видим что за ним движется наш управляемый объект но помимо этого мы можем еще увидеть что не только с помощью этого объекта можем управлять но теперь и этот объект также может управлять то есть тут как бы идет такое наращивание значений идет оба объекта могут одинаково влиять на наш цилиндр но это еще не все что еще умеет наша нода умеет она также вычитать умеет одно значение из другого данном случае она просто перемещает потому что но она также передает значение но отрицательные вот и мы теперь видим а этот объект он уже отнимает отнимает эти значения его translate и вот чтобы это все было видно наглядно мы просто возьмем и сдублируем наш attribute editor скопируем эту область вот это будет наш цилиндр и его параметры так и мы смотрим теперь я перемещаю объект и мы смотрим как у цилиндра отнимается значение по z данном случае вот передвигая по z вот по z отнимаем но если само собой я двигаю в отрицательную сторону у нас идет минус на минус дает плюс вот у нас наращивается но в целом чтобы вы понимали эта операция вычитание от его значение из его значение или наоборот его из него то есть тут все понятно так ну и не менее полезная функция этой ноды это average это очень полезная штука тоже часто используется вот это некое среднее значение между этим объектом и этим то есть получается что мы можем передавать как бы даже не только от двух объектов можем еще один объект допустим включить в нашу ноду вот мы видим что здесь два объекта мы скопируем этот куб и добавим еще один объект пускай будет здесь вот в этой области и у них есть некая некая средняя . она будет находиться ну примерно вот тут если вычислить все это как бы дистанцию от объекта до объекта все это разделить такой ну в общем найти общее среднее значение то получается что объект должен расположиться вот здесь далее мы идем и подключаем еще один объект у нас здесь создается новое поле мы подключаем сюда еще один объект и мы видим что да окей теперь наш объект он находится неком некой средней точке и мы таким образом можем да мы можем создавать как бы интересные штуки на самом деле но об этом позже некоторые используют в качестве рига камеры привязывает эти три точки к определенным позитка как определенной позиции и здесь у нас будет установлена камера ну и как бы выполнять ряд манипуляций вот что дальше дальше я как уже и обещал покажу небольшой пример это из области лигинга так давайте это все мы удалим нам не нужно вот быстренько покажу пример так ликинг давайте мы создадим джоинты так раз так но этого достаточно так сколько у нас так секунду у нас что-то привязка не сработало так где наш джоинта так забыл переключить раскладку так ну ладно это это не столь важно так включим привязку по сетке да я просто не до привязка включил поэтому так произошло так еще разок так привязка по сетке 1 2 3 4 джоинт так смотрим вот как бы наша имитация спины или еще какого-нибудь суставы или еще чего-то так и что мы хотим сделать мы будем вращать наши объекты и как бы сделаем него имитации спины и привяжем к этим костям допустим какие-то такие объекты которые будут нам демонстрировать вращение так секунду окей окей так давайте мы не будем сейчас заморачиваться просто тупо припаратим эти объекты к нашим костям вот так вот теперь мы видим наши кости вращаются окей так вот наши кости вращают наши объекты окей так так выключаем привязку не понадобится так и что мы видим видим наши косточки вот они наши косточки все остальное нам уже не нужно так немножко упорядочим 1 2 3 так и что мы сделаем вот эта кость средняя она по идее должна до также вращаться как и все остальные но для того чтобы было некое скручивание мы это мы передадим ей среднее значение с помощью как раз таки нашей ноды плюс минус average чтобы между этим вращением и в между но это это грудь условно говоря это грудь это таз между тазом и груди чтобы происходило некое некое скручивание то есть если мы будем вот так вращать это это будет как бы вращение только торса нашего если мы вращаем так это вращение от таза то есть тут как бы нету какого-то мягкого скручивания это будет конечно такой очень грубый пример но с помощью него зная его принцип можно уже сконструировать что-то более более вразумительное так две наши кости то есть это чест это хип таз грудь таз так и будем передавать значение вот этой кости но в данном случае мы уже будем передавать вращение в прошлый раз мы делали перемещение в данном случае вращение потому что у нас задействован rotate канал так и смотрим какая ось у нас вращает ok rotate x значит мы будем работать с rotate x каналом так идем и что теперь мы можем использовать input 1 так как у нас только один канал rotate x поэтому мы будем использовать только один ну чтобы не нагромождать это все чтобы нам было понятно что будущем легче было разбираться в этом вот подключая rotate x 1 вот он создает из промежуточный юнит конвершен ничего страшного так и таз таз где таз давайте так все установлю так этот таз и подключаем rotate x таза еще один input так input и мы подсоединили вот они наши input и здесь же нам нужен еще и output 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 1d так rotate x все так немножко мая татасует все это не очень красиво все получается да это можно исправить но урок не об этом так все это таз это грудь усредняем значение передаем значение в торс так и теперь идем нашу ноду плюс минус эвридж смотрим вот у нас одномерные каналы задействованы данном случае и что нам теперь нужно если мы будем сейчас вращать эту кость то мы видим что но не совсем то что нам нужно хотя так в принципе да можно и так но правильно будет все таки усреднить это значение и мы используем операцию и брать вот так и теперь вращая допустим ну таз понятно это у нас ротовый вот мы вращаем и у нас усредняется все это то есть запаздывать вот это вращение теперь когда мы вращаем грудь у нас получается такой легкий твист получается вот потому что как бы но при повороте тела если мы попорачиваем грудь то у нас немножко запаздывает и корпус тоже ну вот мы видим здесь имитацию этого процесса на самом деле все очень просто поэтому как бы раскрывать это все более детально не имеет смысл логика понятно вот будущем когда мы будем собирать риг я уже но буду уже демонстрировать более продвинутые штуки вот но так о чем поговорили поговорили о ноде плюс-минус average я объяснил что у нее есть input и куда подается наше значение наши translate или наши ротейты и на выходе мы принимаем уже результат результат вычислений это либо суммирование либо вычитание либо средний но operation ничего не делает но иногда и просто сбрасывать в ноль конечный результат получаем ноль вот добавлять каналы можем так либо же автоматически созданный индекс вот ну собственно это все все что касается ноды плюс минус average всем удачи